добрый день уважаемые девятиклассники мы продолжаем разбор задач по русскому языку и сегодня мы разбираем демонстрационный вариант 2020 года напоминаю все эти задания находятся в открытом доступе на сайте фипи вы можете их себе распечатать или же прорешать вместе с учителем или своими одноклассниками и так приступим задание второе задание второе полностью структуру всего экзамена я уже не буду повторять вы прекрасно знаете что состоит из трех частей сжатое изложение тестовые задания и написание сочинения рассуждения тут вам предлагается варианта 9192 или 93 но сегодня мы разберем и решим только тестовую часть то есть часть 2 итак начинается со второго задания синтаксический анализ читаем текст уникальность нашей планеты заключается прежде всего в том что на ней живем мы разумные люди появление которых стало вершиной эволюции сама же проблема возникновения жизни до сих пор не решена следы жизни были обнаружены в горных породах возраст которых около миллиарда лет иными словами около миллиарда лет жизнь на планете уже существовала имелись атмосфера и гидросфера а вот другие планеты земной группы меркурий венера и марс похожи на планету земля но в отличие от нее они безжизненные и так формулировку внимательно читаем укажите варианты ответов которых верно определена грамматическая основа в одном из предложений или в одной из частей сложного предложения текста запишите номера ответов так грамматическая основа хотя и здесь выделена черным жирным шрифтом но мы еще раз подчеркнем для себя что нам надо искать дается затем пять разных вариантов каждое предложение в скобочках нумерации мы видим на и так решаем как первый вариант значит верно ли то что грамматическая основа является фрагмент появление стало предложение первое здесь значит мы видим да стала вершиной стала вершиной вот у нас получается составное именное сказуемое следовательно это минус это неверно поэтому этот вариант мы отбрасываем на отбрасываем удаляем переходим ко второму варианту второе предложение во втором предложении у нас грамматическая основа какая какая смотрим это у нас проблема не решена не решена не решена у нас идет здесь краткое причастие в роли сказуемого но нас это не смущает смотрим значит здесь у нас не совпало с данным вариантом следовательно тоже это не так неверно этот вариант минусуем отбрасываем переходим к третьему варианту третий вариант в третьем предложении подчеркиваем грамматическую основы следы были обнаружены следы были обнаружены тоже тип сказуемого определяем это у нас нет составного составное непростое глагольное имя составное именное сказуемое смотрим а здесь у нас есть лишнее слово подборки вариантов поэтому это тоже не подходит мы его удаляем отбрасываем переходим к четвертому варианту четвертое предложение и так смотрим начинается на сводных слов иными словами ну а здесь грамматическая основа является осмотрим до имелись атмосфера гидросфера здесь у нас одиночный союз и соединяет однородные народные члены предложения подлежащие а теперь посмотрите внимательно да это действительно плюс это правильный ответ значит у нас есть уже один вариант переходим пятому пятое предложение ищем грамм подчеркиваем грамматические основы или основы смотрим здесь у нас конечно же в конце есть это сложное предложение здесь у нас грамматическая основа они безжизненные они каковы они безжизненные смотрим это у нас краткое прилагательное краткое прилагательное воли роли сказуемого да каковы безжизненные значит смотрим сверяем с пятым вариантом да действительно это так совпал полностью вариант значит это тоже плюс плюс таким образом мы теперь укажем номера ответов у нас получается мы пишем ответ без без дополнительных знаков 45 ответ будет 45 45 переходим к следующему заданию задание 3 3 это как раз таки пунктационный анализ пунктационный анализ и так читая формулировку задание расставьте знаки препинания укажите цифры на месте которых должны стоять запятые здесь помните я вам подсказывала на предыдущих занятиях что надо пошагово последовательно идти когда вы также поступаете действуете на уроках математики ну вот попытаемся нашу методику да все-таки наши методики придерживаются значит читаем вперва вслух или включаем внутренний голос или давайте шепотом как вам удобно и там где мы делаем вынужденные остановки паузы давайте это отмечать итак читаю в александрии работало немало выдающихся ученых здесь почему-то я остановилась запнулась среди которых географ и математикой ротосфен сумевший вычислить диаметр земли с высокой по тем временам точностью математикой в клит написавший 13 томов начал геометрии астроном аристарх сам узкий почти за 2000 лет до коперника установивший что земля шар вращающийся вокруг солнца не всегда парирует а что делать если я делаю паузы остановки после каждого слова тогда я всегда говорю а вот теперь давайте второй шаг это у нас способ аналитический при помощи правил при помощи базовых знаний пунктуации русского языка смотрим анализируем так что здесь находится в этом предложении и так в первой части здесь мы находим слово определяемо до ученых ученых выдающихся ученых ученых каких среди которых географ и математик эратосфен мы конечно же нашли главное предложение и предаточная помнить это как на математиках квадратные и круглые скобки да так сложно подчиненное предаточные нашли далее находим опять следующее определение сумевший вычислить диаметр земли с высокой по тем временам точностью и так определение а где же определяемое слово она стоит вот эратосфен это сфен какой это сфен какой вот мы находим а теперь смотрим определение у нас стоит справа или слева конечно же стоит справа запятые нужны чтобы обособление обособление когда мы выделяем на письме запятыми открываем скрываем далее идет перечисления автор перечисляет да еще какие ученые смотрим математике в клит задаем вопрос от определяемого слова в клит какой и находим определение подчеркиваем курсивом написавший 13 мов начал геометрии справа или слева стоит определение от определяемого главного слова в клит конечно стоит справа значит запятыми мы выделяем следующее перечисление астроном аристарх самоский самоский какой самоский какой опять же находим подчеркиваем определение почти 2000 лет до коперника установивший смотрим место определения он стоит после определяемого слова справа значит запятые нужны и идет придаточная да что земля шар объясним здесь постановка тире но у нас получается здесь классическая существительная и в именительном падеже в роли подлежащего исказуемого шар какой шар какой находим определение да и опять вот у нас находим причастие зависимыми словами то есть причастный оборот вращающийся вокруг солнца вот у нас определение обратите внимание как это предложение напичкано напичкано перечислениям во первых во вторых здесь много причастных оборотов и конечно же это сложно подчиненные предложения сразу с разными предаточными обратите внимание давайте посмотрим значит 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 у нас ответы мы проверили мы проверили и дальше у нас получается ответ даем виде цифр таким образом мы выяснили что у нас запятая должна стоять на месте 1 3 4 5 6 7 8 9 вот комбинация цифры опять же ответ пишем без запятых без дополнительных пробелов без черточки и вот у нас ответ цифры мы указали на месте которых должны стоять запятые еще раз пунктационный анализ как решаем последовательно во первых читаем предложение пожалуйста интонацию не забывайте интонация вам всегда подскажет то есть повышаем понижаем голос где-то делаем вынужденные остановки и затем переходим ко второму способу это мы проверяем при помощи аналитического склада ума значит проверяем при помощи правил находим определение находим чем же осложнено это предложение простой она или сложная где главное предложение где придаточной вы видите что всегда здесь есть ловушки ловушки мы их ловко обходим то есть находим ошибка опасные места и объясняем себе что это предложение посмотрите здесь и перечисления и очень много определений выраженных причастным оборотом и конечно же как вы видите и сложно подчиненные и виды придаточных то есть все у нас в одном предложении и это предложение не простое необычное вот так мы стараемся не научным способом объяснять себя доступно легко как расставлять знаки припинания пунктационный анализ еще раз повторяю пунктационный анализ это анализ когда вы умеете сами расставлять знаки припинания пунктационный анализ это когда вы эти знаки припинания расставляете расставляете при помощи правил при помощи интонации и конечно же вы когда расставляете то вы видите что какой-то знак препинания он играет свою собственную роль он рассвечивает изнутри предложения держит его таким образом у нас остается главное